Здравствуйте! Вы смотрите «Новости русского мира». С вами Любовь Курьянова. Мы продолжаем следить за жизнью русского мира в режиме самоизоляции. В этом выпуске МИД России призвал Варшаву прекратить борьбу с советскими памятниками. Школьники из 30 стран мира прислали заявки на участие в международном фестивале русского языка. Всероссийская акция «Ночь музеев» прошла в режиме онлайн. А сейчас более подробно об этих и других новостях. МИД России призвал Варшаву прекратить воевать с памятниками советских воинов, а также привлечь к ответственности вандалов, оскорбляющих память освободителей, которые отдали жизнь за свободу польского народа. В преддверии юбилейного Дня Победы в Познане на кладбищенской территории неизвестные злоумышленники повалили плиту, установленную на братской могиле погибших красноармейцев. Представитель внешнеполитического ведомства Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила, что действия вандалов отличаются особенной циничностью, так как могилу осквернили накануне Великого праздника, святого для миллионов людей. Несмотря на всю демагогию о приверженности Варшавы соответствующим традициям, обязательствам достойного сохранения памяти павших на территории Республики Польша, власти этой страны своими действиями по переписыванию истории создают атмосферу абсолютно такой вседозволенности. Мы призываем польские власти отказаться от борьбы с памятью павших советских героев, принять, наконец, реальные меры по борьбе с вандалами. По словам российского посла в Варшаве Сергея Андреева, с 2014 года польские власти снесли порядка сотни монументов советским солдатам. Сейчас памятники уничтожают в Тихомолку, стараясь не привлекать к этим фактам внимание общественности и средств массовой информации. Дипломат пояснил, что страна лишилась сотни монументов. Более двух тысяч заявок поступило от желающих принять участие в международном фестивале русского языка. Свои работы присылали ученики из трех десятков стран. Среди них дети из российских регионов, стран СНГ, европейских государств, а также школьники из Туниса, Сирии, Египта и Марокко. Заявки на участие в фестивале можно присылать до 1 июня. Присоединиться к масштабному мероприятию могут все школьники, которые занимаются изучением русского языка как иностранного. Также стать участниками фестиваля могут дети, для которых русский – второй родной язык. Это могут быть дети и подростки из российских образовательных учреждений, а также из стран СНГ – государств ближнего и дальнего зарубежья. Организаторами мероприятия выступает Столичный центр качества образования. Целью фестиваля является развитие и продвижение русского языка в мире. Организаторы хотят превратить фестиваль в своеобразную творческую площадку, где ребята могут продемонстрировать свои таланты и повысить навыки владения языком. В рамках фестиваля запланировано 7 конкурсов разной направленности. Участники будут соревноваться в знании русского языка и истории, культуры России, театра, изобразительного искусства, кинематографа, телевидения, хореографии и вокала. В некоторых номинациях предусмотрено как индивидуальное, так и групповое участие команд. Всероссийская акция «Ночь музеев» прошла в режиме онлайн. В эту ночь зрители смогли виртуально посетить несколько музеев в разных городах страны. Подробности в нашем следующем сюжете. Акция проходит уже несколько лет. В этом году она была посвящена юбилею Великой Победы. В первый раз музеи подготовили онлайн-программу. Все желающие смогли присоединиться к акции в социальных сетях и на сайтах учреждений культуры. На официальной странице «Ночи музеев» шли прямые трансляции экскурсий, выставок, лекций, мастер-классов. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина предложил совершить виртуальный побег из изоляции. Сотрудники музея подготовили тур, где в качестве экскурсовода выступил художник Дмитрий Гутов. Художник провел зрителей по знаковым точкам основной экспозиции главного здания. В Третьяковской галерее все желающие смогли поучаствовать в видеопрогулке по залам музея, а также присоединиться к интеллектуальной игре «Кубок Третьяковки». Участники отвечали на вопросы о коллекции музея. Что положительного нам принесла такая необычная и странная ночь музея? Прежде всего, то, что мы смогли привезти ее не только с посетителями из Москвы, как мы обычно это делаем, но и с теми, кто находится по всей России и даже за рубежом, и владеет русским языком, и готов был принять участие в нашей интеллектуальной игре по истории русского искусства и коллекции Третьяковской галереи. Нам очень понравилась эта игра. Спасибо большое всем 157 командам, кто принял участие в этой игре, и честно боролся за наши призы, за карты друга Третьяковки и за каталоги выставки «Не навсегда», которые, мы надеемся, откроются в июле. Спасибо большое всем, кто просто смотрел эту игру, а таких людей было более 140 тысяч человек. Конечно, это новый масштаб для ночи музея, который получился в результате вот этой странной, необычной и, казалось бы, довольно печальной ситуации, когда посетитель лишен музея, музей лишен посетителя. И, тем не менее, спасибо большое всем, кто был в эту ночь с нами, и спасибо большое за замечательное празднование ночи музея. Музей Победы подготовил программу кинопоказов из фондов Министерства обороны. А в Музее медицины Московского государственного медика стоматологического университета имени Евдокимова показали старинную аптеку и инструменты алхимиков. Московский государственный музей Есенина совместно с благотворительным фондом «Дом слепоглухих» в Пучково в рамках акции «Ночь музеев» подготовили онлайн-лекцию о жизни и творчестве Сергея Есенина. Лекция прошла с сурдопереводом. Мы организовали в рамках акции «Ночь музея» лекцию, конференцию, где каждый желающий смог присоединиться и задать свои вопросы, но в первую очередь люди, у которых есть проблемы со слухом и зрением. А также подопечные «Дом слепоглухих» в Пучково прислали видео с прочтением своих стихов. Если у вас будет несколько минут буквально, я очень советую выйти на YouTube-канал нашего музея и прослушать, просмотреть эти видео, где слепоглухие люди, люди, которые одновременно не видят и не слышат, читают стихи Есенина. И все это только малая часть онлайн-программ. Конечно, виртуальная экскурсия не заменит настоящий поход в музей, но это отличная возможность познакомиться с музеями других городов, а также находкой для тех, кто по разным причинам не может посетить музеи в обычные дни. Молодые соотечественники по всему миру объединились в видеоконференцию «Футурум 2.0», чтобы вместе строить свой мир после пандемии. В качестве спикеров выступили представители молодёжных организаций США, Испании, Италии, Великобритании, России, Кипра и Мексики. В видеоконференции приняли участие как специалисты в области экономики, спортивной дипломатии, инновационных технологий и стратегического менеджмента, так и молодые соотечественники-активисты, проживающие за рубежом. Участники мероприятия обменялись мнениями по текущей ситуации в мире в связи с коронавирусом, обсудили вопросы экономики и образования. Проект программы «Формирование будущего» «Футурум» стартовал в апреле 2020 года и направлен на создание своеобразного онлайн-навигатора на ближайшее десятилетие. На информационных площадках Молодёжного клуба российских соотечественников в Республике Кипр регулярно публикуются материалы-прогнозы от ведущих специалистов из различных сфер жизни и выносятся на онлайн-обсуждение необходимые темы для формирования вероятных сценариев будущего и способов их достижения или недопущения. Опираясь на платформу, основанную в рамках проекта «Футурум», все участники составляют уникальную дорожную карту развития событий, выбирая самый вероятный благоприятный сценарий. Проект реализуется при поддержке представительства Россотрудничества в Республике Кипр. Русский центр города Старозагора и балетно-танцевальная школа Грация виртуально отметили Международный день танца. Зажигательные ритмы оценила моя коллега Евгения Фахурдинова. Русский центр при региональной библиотеке имени Захария Княжеского города Старозагора, что находится в Болгарии, и балетно-танцевальная школа Грация города Казанлыка виртуально отметили Международный день танца. Своё праздничное поздравление нам прислали друзья – руководители школы Алла и Юлиана Ангеловы, адресованные всем почитателям танцев. В прошлом году артисты балетной школы Грация были гостями русского центра. Юные артисты начальных и старших классов исполняли танцевальные миниатюры, вариации, детские танцы из классического репертуара, а также танцы народов мира – Армении, Индии, Испании, Грузии, Узбекистана, Китая, России и других стран. В этом году из-за пандемии коронавируса отметить с размахом Международный день танца не представляется возможным. Но все посетители русского центра посмотрели видеозаписи, и некоторые даже пустились в пляс. Балетно-танцевальная школа Грация была основана в 1981 году в Казанлыке. Алла Ангелова, создатель и руководитель школы, в этом году отмечает 50-летие своей творческой профессиональной деятельности, с чем мы её и поздравляем. В настоящее время школу посещают более 50 детей. Приём осуществляется с четырёх лет для подготовительных групп и начального уровня. За годы своего существования школа воспитала прекрасных ребят, активно участвующих во всех культурных мероприятиях в городе и области, выступающих сотнями концертов в стране и за рубежом. Их концерты с большим успехом проходят в Польше, в России, Словакии, Китае и Македонии. Накануне Дня Победы Фонд «Устойчивое развитие Болгарии» записал видеообращения болгарских и российских ветеранов, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны. В своих обращениях ветераны отправляют послания настоящим и будущим поколениям за мир, за сохранение исторической памяти, за сотрудничество. Свои обращения отправили также и председатели ветеранских и антифашистских организаций. Когда началась битва под Москвой, я добровольцем ушла на фронт в 17 лет в дивизии, которая воевала на Волоколамском направлении. При освобождении города Истра это был мой первый страшный бой, который я запомнила на всю жизнь. 9 мая утром нам сообщили, конец войны подписан мирный договор. Отец Веселов Михаил Васильевич, он работал на Балтийском кораблестроительном заводе. Блокадо умер от ран и голода в 42 году. Ему было всего 29 лет. Соседи завернули в простынь тела отца и оставили у подъезда дома. Я до сих пор не знаю места его захоронения. На память об отце осталось только несколько фотографий. Веселова Анна Дмитриевна за помощь партизанам Псковской области она была арестована. Она прошла тюрьму города Порхова в концентрационный лагерь смерти. Стала спелс в Латвии, где пережила унижения, побои, голод, весь ужас фашистских лагерей. Мама вернулась из плена только в конце 45-го года. Ее часто вызывали в НКВД на допросы. Она возвращалась оттуда очень измученная, заплаканная, но никогда ничего не рассказывала и не жаловалась. В 65-м году мама была награждена медалью 20 лет победы и занесена в списки партизанского отряда. Но моя судьба – это лишь капля в океане тех страданий, на которые нас обрекли фашисты. Мы, дети войны, должны всегда быть благодарны своим родителям, которые дали нам жизнь. Мы должны быть благодарны тем защитникам, которые нам подарили вторую жизнь. А наше поколение подарило жизнь идущему поколению. И они должны знать, что жизнь иногда даруется ценой жизни других. Слушая истории этих людей, хочется еще раз сказать – давайте хранить память о страшных событиях тех дней и не допускать подобного в нашей истории. Не будем забывать, какой ценой нам далась спокойная жизнь и мирное небо над головой. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. А я напоминаю, что, несмотря на режим самоизоляции, вокруг вас происходит множество событий, в том числе онлайн. Вы сами можете создать летопись этого необычного периода жизни. Например, сняв ролик о том, как проходит ваша жизнь в условиях карантина. Каждый из вас может стать корреспондентом русского мира. Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе. Все подробности на сайте www.ruskimir.ru Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Будьте здоровы, всего доброго и до свидания.